Тем временем, сегодня годовщина про возглашение Народных Республик Донбасса. Два года назад жители, недовольные переворотом в Киеве, провели референдум о независимости. Клим Санаткин поговорил с людьми в Донецке, где выходной, и на улицы вышли буквально все. Все вместе, пенсионеры, студенты, строители, медики в единой колонне, тысячи жителей Донецка, соседних городов и сел, вышли на центральные улицы, чтобы еще раз показать, спустя два года после проведения референдума, они не жалеют о принятом решении. Ребят, все налаживается, не верьте никому, все налаживается. Настроение праздничное, всех с праздником, всех поздравляем. Ровно два года назад жители Донецкой и Луганской областей решили начать новую жизнь и провели Народный Референдум о самоопределении. На избирательных участках была зафиксирована рекордная для регионов явка. Только в Донецкой области на выборы пришли 75% всех жителей области. Отныне Донецкая Народная Республика является суверенным государством. Почти 90% проголосовали за Народную Республику, за самостоятельность и свой путь развития. После этого дня ополченцы до баррикадок сняли маски. Больше незачем было скрывать свои лица. Страна подросла на целых два года. В наших условиях один год это 10 лет. Мы стали взрослыми, смотрим на мир совсем по-другому, стали более опытными. К сожалению, не все хотелось бы сделать успеть, сделали, не сделали. Но многое впереди. Уверен, что мы справимся с любыми проблемами. Киев результаты референдума до сих пор не признал. А боевые действия сразу же перешли в активную фазу. И несмотря на достигнутое в сентябре прошлого года соглашение Нормандской четверки об отводе танков и вооружений калибром 100 и более миллиметров, от линий соприкосновения обстрелы из тяжелых орудий с украинской стороны продолжаются. В ДНР сейчас фиксируют ухудшение обстановки только за последние сутки. Украинские силовики 154 раза открывали огонь по позициям ополченцев. Ранены трое. Конфликт на юго-востоке Украины уже унес почти 10 тысяч жизней. Несмотря на все это, жители ДНР надеются, что рано или поздно обстрелы прекратятся и наступит мир. Сейчас в Донецке открываются кафе, супермаркеты, аптеки. Снова начали ходить троллейбусы. Вновь заработали шахты. Правда, пока не на полную мощность. Люди возвращаются в свои дома. Людей в Донецке стало намного больше. Сейчас не проедешь ни утром, ни вечером. Если год назад это еще было полное затишье. Сейчас людей не протолпись. Приехали все назад. Зарплату платят. Город приведен в порядок. Работу людям стараются давать. Так, как положено, как должно быть. Украина нам пенсию не платит. Два года прошли. Казывается, вроде маленький срок. А результаты, видно, огромные. Пенсионеры очень благодарны, что с первых минут подумало наше руководство, а как же мы будем жить. И назначило пенсию. Но проблемы остаются. Киевские власти по-прежнему ограничивают въезд некоторым жителям Донецка и Луганска на территорию Украины. А получить пропуск все так же крайне сложно. Многокилометровые пробки и строгий досмотр на контрольно-пропускных пунктах. Я не вижу ни сестру родную, которая ездила каждую неделю. Я не вижу ее дочек, с которыми тоже мы в хороших отношениях. Мы не видимся. А хотелось бы увидеть людей своих, родных. В Донецке сегодня выходной. Большой праздник завершится салютом и концертом в республике. В честь годовщины референдума отменили комендантский час. Клим Санаткин, Рушан Умяров, Первый канал.